Что вы знаете о пользе горчицы? Знаменитый доктор Иван Павлович Неумывакин считал эту приправу средством, которое спасает от 15 болезней. При каких именно недугах применять горчицу и как это сделать, мы расскажем прямо сейчас. Когда горчица поможет? Горчица содержит ферменты, которые ускоряют процесс расщепления пищи в желудке. Это помогает предотвратить запоры и другие проблемы с пищеварением. Для усиления эффекта можно употреблять горчичное семя от половины до целой чайной ложки. Эту дозу в течение дня можно делить на несколько приемов. Вторая группа недугов, при которых горчица оказывает целебный эффект, это нарушение кровообращения и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Горчица содержит сульфур, который помогает расширять сосуды и улучшать кровообращение. Также горчица снижает уровень холестерина в крови. Это важно для противодействия атеросклерозу, гипертонии и нарушениям в работе сердечной мышцы. При гипертонии полезно использовать горчичники, но накладывать их нужно только на затылок и икры ног. Также горчица содержит много антиоксидантов, в частности сульфорафан, который защищает организм от свободных радикалов и помогает предотвратить развитие рака. Поэтому горчицу применяют в профилактике рака желудка и толстой кишки. Горчица содержит вещества, которые стимулируют выработку желчи, что помогает улучшить пищеварение и предотвратить образование камней в желчном пузыре. Полезна эта приправа и для больных диабетом. Профессор Нио Мувакин писал, что регулярное употребление горчицы помогает снизить уровень сахара в крови. Горчица успешно снижает воспаление, она обладает антибактериальными свойствами, благодаря которым уменьшает риск развития инфекций мочевыводящих путей. Благодаря содержанию витамина С, горчица укрепляет иммунную систему и защищает организм от вирусов. Кроме того, она содержит микроэлементы, такие как железо и магний, которые необходимы для нормального протекания многих биохимических процессов нашего организма. Горчица содержит витамины и микроэлементы, которые необходимы для здоровья кожи и волос, а в сочетании с ее способностью улучшать кровообращение, горчица активно стимулирует рост волос. Для ухода за волосами смешайте 400 мл теплой воды и столовую ложку горчицы и втирайте волосы на несколько минут, затем тщательно смойте. В составе горчицы особое внимание стоит обратить на витамин А, без которого невозможно поддерживать здоровье глаз и хорошее зрение. Регулярное употребление горчицы защищает глаза от развития дегенеративных изменений, в том числе и широко распространенных у людей преклонного возраста. ОРВИ и грипп – проблемы, с которыми все мы сталкиваемся каждый год и которых можно избежать с помощью горчицы. Старый проверенный метод лечения простуды – насыпать сухой горчичный порошок в носки и ходить с ним в течение нескольких дней. По мере необходимости порошок нужно менять. При сильной затяжной простуде помогут ванны с горчицей. Разведите 200 г этой приправы в воде до состояния сметаны и вылейте в ванну температурой не выше 36 градусов. Время нахождения в ванне – до 10 минут. Для детей количество горчицы в ванне не должно превышать 50 г. Бронхиальная астма и другие заболевания дыхательных путей также являются показаниями к употреблению горчицы, потому что она обладает муколитическими свойствами, которые способствуют разжижению слизи и улучшению выделения мокроты при заболеваниях дыхательной системы. При различных заболеваниях дыхательной системы, помимо употребления горчицы в пищу, полезно применять горчичники. При бронхите и других воспалительных процессах в легких и дыхательных путях их кладут на грудь и между лопаток. Горчичники нужно держать не более 15 минут, а на нежную кожу накладывать с марлевой прокладкой, чтобы избежать ожога. К несчастью, проблемы со здоровьем случаются у каждого из нас. Но знание о профилактике болезней помогает избежать многих неприятных сюрпризов. Мы стараемся рассказывать обо всех аспектах поддержания здоровья. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые видео. При невралгиях и мышечной боли горчичники также помогут, но класть их необходимо непосредственно на место защемления нерва. Учитывая противовоспалительные свойства горчицы, стоит отдельно отметить ее применение при ревматизме и артрите. Обострение этих недугов будет проще перенести, если употреблять горчицу, так как она не только ускоряет лечение, но и снимает болевой синдром. Для борьбы с болью нужно развести горчицу водой до густоты сметаны, затем нанести смесь на марлю или ткань и приложить к больному месту. Сверху накройте такую повязку бумагой. Пройдут при помощи горчицы и головные боли, включая мигрени. Этот эффект также обусловлен свойствами горчицы снимать воспаление и стимулировать кровообращение в сосудах головы. От икоты нужно добавить к горчице немного уксуса и размешать до состояния пасты, а затем намазать этой смесью треть языка. При судорогах пригодится горчичное масло, если натереть им место спазма, то он достаточно быстро пройдет. Противопоказаниями к лечению данным продуктом являются аллергия на него, беременность, прием ряда лекарств, с которыми это растение плохо сочетается, а также острые формы заболевания почек и органов ЖКТ. Интересен ли вам наш канал? Подписавшись на него, вы всегда будете в курсе новых полезных видео о здоровье. А мы, видя ваш интерес, будем стараться выпускать их как можно чаще.